Днепропетровский лагерь Донецкая республика сказала, что по уходу там страшновато И направили нас в Россию Просто сказали, опасно туда добираться и все Мы не собирались в Россию, мы же собирались нам по Украине Поэтому документы были в сырокопии с печатью Вы это воспринимаете как кражу детей? Нет, я не воспринимаю Было разрешение от заместителя мэра Петрухиной Я, например, не считаю, что это кража, не знаю Вы переживали за детей, когда узнали об этом? Ну, я сначала переживала, когда узнала, что все нормально Мы общались по телефону Ну, посчитали, наверное, что там спокойнее Потому что дети вне политики, я считаю Тем более дети сероты Никто не спрашивал разрешения на это? Ну, нет, нет У нас там был заместитель мэра, ну, наша мэрия Получается, понимаете, как я государственный опекун Государство – это наша исполкома Поэтому они решили Что так будет лучше, я так думала Те, кто нас остановили, говорили, здесь опасно Мы вас сегодня не повезем А воспитатели, те, кто давали путевки Собирались отвезены в этот лагерь Наоборот, говорили, безопасно Мне очень приятно, что те дети, которых мы ожидали вчера В наш оздоровительный лагерь Корчагинец Все-таки прибыли в Днепропетровскую область И продолжат оздоровление вместе со своими ребятами Из Донецкой области, а именно из Краматорска И из Горловки Это 121 ребенок, который на сегодняшний день Отдыхает в коммунальных оздоровительных лагерях Города Кривого Рога Вчера вместе с сопровождающими На телефоне была связь Нам сообщили о том, что подъехали автобусы Что дети посажены в автобусы Готовы к отправке И что ГАИ будет их сопровождать После этого в 10 часов связь прервалась И больше мы не смогли связаться с сопровождающими И массовая информация А также по интернету мы узнали то, что узнала вся Украина Города Кривого Рога Субтитры подогнал «Симон»